Елочные базары начали свою работу. В этом сезоне покупателей порадуют русские ели и сосны, заграничные пихты, а еще нарядные изделия из еловых веток. Здравствуйте, помогите нам, пожалуйста, выбрать елочку к Новому году. Ну, у нас красавицы есть сосны, они дольше простоят. Иголочки длинные, ствол толстый и сама красавица. Есть у нас еще ели, они тоже пахнут, иголочки маленькие, но простоит меньше, чем сосна. Чтобы елка простояла дольше, нельзя ставить ее возле батареи. А еще продавцы советуют выбрать подставку, в которую можно налить воду и положить пару таблеток аспирина. Как правильно крепить еще елочку на вот такую специальную подставку, да? Вот эти подставки у нас рассчитаны до двух метров. Закручивается, потом ставится елочка сюда, вот тут есть внизу иголочки, тыкается елочка сюда, закручивается и заливается вода. Важно, что все деревья выращены в питомниках. Их качество подтверждено сертификатами. Елочные базары в округе оформлены в соответствии с брендбуком «Зима в Подмосковье». Пожилым людям старше 60 лет, которые не смогут самостоятельно посетить елочные базары, новогоднее дерево будет доставляться бесплатно с помощью волонтеров. Также на всех елочных базаров действуют скидки от 10% для социально нуждающихся слоев населения. Главный символ праздника жители округа смогут купить до позднего вечера 31 декабря. Базары работают без перерывов и выходных. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.